Сиротство в нашей стране должно восприниматься не как обыденность, а как исключение из правил, отметил президент в декабре 2012 года. Региональные чиновники приняли утверждение как руководство к действию и разработали комплекс мер по увеличению количества приемных семей и улучшению качества жизни в сиротских домах. Об итогах двухлетней работы отчитались на заседании правительства. В регионе больше 3600 сирот. Детей стали брать в семьи более активно, доля воспитанников соответствующих организаций сократилась до 15%. Органы соцзащиты работают с семьями. В регионе 12 центров подготовки приемных родителей. По статистике с большей охотой усыновляют детей до 10 лет и желательно здоровых, а их меньшинство. Структура общей заболеваемости представлена следующим образом. Как и в прошлые годы, первое место занимают болезни нервной системы, второе – психические расстройства и расстройства поведения, третье – болезни костно-мышленной системы и соединительной ткани, четвертое – болезни органов пищеварения, пятое место – болезни органов зрения. Губернатор области заинтересовала схема выявления детей, в один момент оставшихся без попечения родителей. Сколько времени потребуется соцзащите, чтобы такого ребенка найти и пристроить в медицинское учреждение или приют для детей-сирот. Субъекты профилактики – это здравоохранение, образование, органы внутренних дел, соседей, вообще граждане, которые неравнодушны, моментально сообщают или в департамент, или в органы социальной защиты населения, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних. Такой ответ Павла Конькова не устроил. Жители ведь не обязаны сообщать о детях, оставшихся без семьи, и велик риск того, что несовершеннолетний попросту окажется на улице. Не возникло ощущения гарантии. Мы не можем даже допустить единичный случай невыявления или оставления малыша без попечения родителей. Вот у меня нет ощущения, что наша система гарантирует от этих проблем. Я понимаю, что основная масса, она охвачена вниманием органов опеки. Ладно. Ирина Эрмиш утверждает, такой вариант развития событий невозможен. За всеми потенциально неблагополучными семьями тщательно следят. У участковых педиатров также есть инструкция о поведении в подобных ситуациях. Ребенок до трех лет, если он не организован, он наблюдает с участковым педиатром. И малейший случай или настороженность педиатра относительно неблагополучия в семье, она сообщается в комиссию. Комиссия уже дает наряд на работу тому или иному органу, как правило, это орган соцзащиты. Как только ребенок попадает в систему общественного воспитания, подключаются педагоги и тоже наблюдают. Наполняемость детских домов в регионе 53%, а значит, реорганизация детских учреждений будет продолжена. Из сиротских приютов они будут преобразованы в службы адаптации или центры подготовки замещающих родителей. В сентябре будущего года в силу вступит постановление правительства Российской Федерации об обустройстве организаций для детей-сирот. К тому моменту условия в детских домах должны больше походить на жизнь в обычной семье. Также в документе указано обязательное условие адаптации сирот – наличие жилплощади. На 1 ноября 2014 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 1663 человека от 14 и старше. Из них 1053 ребенка достигли возраста 18 лет. Напоминаю, что в основном существующая очередь сложилась до 2008 года. Ежегодно жильем обеспечивается 10% очередников. В этом году это 130 человек. На очередь же становится 200 сирот. Я понимаю, что если у вас в очереди 1400 человек, если грубо говоря считать, что каждая квартира – это миллион, это миллиард 400 миллионов, которые мы в одночасье, конечно, выделить не сможем при том объеме наших социальных обязательств. Но системная работа в этом плане, она безусловно нужна. Общий объем средств из бюджетов разных уровней на обеспечение сирот квартирами ежегодно составляет 100 миллионов рублей. Павел Коньков отметил, что на решение этой проблемы должно быть обращено пристальное внимание Департамента соцзащиты.